Жить дружно налоговую бизнес намерена научить Ассоциация налогоплательщиков Украины. В нашем городе всеукраинская общественная организация провела семинар, на котором предпринимателям и предприятиям в очередной раз разъясняли нормы налогового кодекса. Мероприятие прошло в областной администрации. Такая ассоциация необходима, уверены представители областной власти, руководители структуры. Ведь только объединившись в единый орган, налогоплательщики могут отстаивать свои права, делиться опытом и, соответственно, успешно работать. Ассоциация – это представители всех слоев бизнеса. Вдумайтесь только, сегодня ассоциация аккумулирует в себе 40% производства валового внутреннего продукта. Мы хотели бы услышать именно предпринимателей, донести до них те задачи, которыми мы занимаемся. Наша главная цель – это защита интересов налогоплательщиков. Задача сегодняшнего семинара – вновь разъяснить бизнесу нюансы налогового кодекса. На вопросы предпринимателя отвечают не только специалисты ассоциации, но и налоговые инспекторы и представители власти. Естественно, вопросы возникают. Для этого у нас есть специалисты узкие по направленности. Как специалисты ассоциации работают, так и налоговые работники. Эти вопросы изучаются и находятся решения. Будут разъяснения, будут соответствующие дискуссионные части этого нашего семинара, на котором будут актуальные вопросы налогообложения освещаться. И именно эта площадка позволяет правильно, своевременно реагировать на все перекосы, которые существуют на сегодняшний день в налоговом кодексе. В настоящее время в ассоциации состоит более 5000 предприятий из всей Украины. В целом по стране работает более 100 ее отделений. А тем, кто платит налоги исправно, обещано освобождение от плановых проверок. Такое поощрение предполагается для лауреатов всеукраинского конкурса «Добросовестный налогоплательщик». В этом году наша область по количеству наград вышла в нем на второе место. Победители чествовали представителей областной власти и главного организатора рейтинга Ассоциации налогоплательщиков Украины. Год от года результаты все лучшие. Руководитель областной налоговой службы заявил, запорожские предприятия во всеукраинском конкурсе на звание «Добросовестного налогоплательщика» занимают ведущие позиции. Запорожская область заняла второе место по количеству налогоплательщиков, которые победили во всеукраинском рейтинге налогоплательщиков. Их у нас победители 8. Задача подобного конкурса не просто отметить и наградить тех, кто платит налоги вовремя и в полном объеме. Важно повышать всеобщую налоговую культуру, ставить лауреатов рейтинга другим в пример. Более того, именно так и власти контролирующие органы смогут увидеть, что в стране есть добросовестные налогоплательщики, с которыми можно и нужно конструктивно работать. Сегодня пришло время конструктивного диалога. Сегодня пришло время, когда мы бы слышали друг друга. Речь идет о бизнесе и о органах власти. Я сама представитель бизнеса. Задача состоит в том, чтобы выработать коллективное решение, при котором предприниматель перестал жить в тисках между прокурором и инфарктом. Он должен, и каждый предприниматель хочет платить налоги и спать спокойно. Среди тех запорожских предприятий, которые в этом году удостоились звания добросовестный налогоплательщик, пиво-безалкогольный комбинат «Славутич», фермерское хозяйство «Виктория», издательский дом «Керамист», компания «Форматрон» и акционерный банк «Моторбанк». Президент Ассоциации налогоплательщиков Валентина Арбузова также посетила предприятие «Моторсич», где вручила награду председателю Совета директоров Вячеславу Богуслаеву. Об этом в наших следующих выпусках.